Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, довольно короткий в данном случае. Частые панические атаки, желание нанести вред близким, что мне делать? Ну, первое, наверное, это определиться как-то с целью, да, что вам делать, чтобы что. Вот, вы хотите избавиться от панических атак, вы хотите перестать нанести вред близким и так далее. Вам нужно определиться с тем, хотите ли вы с этим, в принципе, работать или нет. Потому что, если вы задаете вопрос, допустим, просто так, если вы задаете вопрос, просто бы интересоваться, это одно. Если вы нацелены на то, чтобы на самом деле это изменить и на самом деле с этим работать, это другое. Итак, панические атаки – это страх. Собственно, сама паническая атака возникает из-за невозможности этот страх как-то отреагировать. Как-то его выразить. Реакцию на страх. Реакции на страх у нас три. Бей, замри, беги. Соответственно, если нет возможности какую-то из этих трех реакций проявить, то человек, по сути дела, подвергается дисциплиной атаке. Потому что энергия, которая вырабатывается на это, не находит своего выхода. То есть нужно поработать со страхом, предметить его и дальше уже смотреть на его природу. То есть, если это, например, из далекого прошлого, допустим, детского, то есть один подход. Если это страх из взрослого опыта, просто такой, он достаточно сильный, мощный, то другой подход будет. Так же, у страха, ну, у существования страха есть выгода. Есть некая такая, субъективная, субъективная страна, потребность. То есть я чего-то хочу, когда боюсь. Может быть и так, что страх есть запрет. То есть вы боитесь всего-то, просто потому что вам этого запрещали. Ну, например, например, в контексте желания нанести вред близким. Вам запрещали злиться, запрещали иметь свою позицию, запрещали иметь свое мнение, свою точку зрения. Как-то подавляли это, имеется в виду, подавляли, ну, вот, вашу позицию. Вот, и, соответственно, через, вот, подавление вашей, например, через подавление вашей позиции, у вас, допустим, накопилось как раз-таки достаточно много злости. Вот. Которую вы по-прежнему блокируете, но которая выражается и чувствуется вами в виде желания нанести вред, собственно говоря, близким. То есть эта форма такая вот гипертрофированная, усиленная форма. По большому счёту вам просто хочется обозначить свои границы. Вот. Но из-за того, что это накопилось, из-за того, что это вот внутри вас как бы находится, никак не отреагируется, вам кажется, что вы хотите нанести вред близким. Потому что в этом состоянии это кажется единственным способом. Вот. Знаете, когда вот человек очень сильно хочет есть, ему кажется, что он съест, там, слона. Но по большому счёту человек не может съесть больше, чем, как бы, ну, вмещает его в желудок. Вот. Как правило, мы не берём сейчас в расчёт экстремальные случаи. В экстремальных же случаях человек может переесть, ему становится плохо. Ну, в процентном соотношении, скажем так, это не намного больше. Это ощущается организмом как намного больше, но в процентном соотношении не намного больше. Вот. Поэтому это вам кажется, это в какой-то степени иллюзия. Но тот факт, что это иллюзия не означает, что вам можно ею как-то пренебрегать. На мой взгляд, вам нужно, что называется, очень внимательно сейчас, как бы, рассмотреть вариант психотерапии, потому что психосоматика вот в виде того, что вы описываете, может развиваться, становиться сильнее, больше и так далее. Вот. Иными словами, начинать заботиться о себе. И начать это лучше всего с работы с психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok ...